Я могу сказать, что это решающая игра, чтобы они вышли, заняли второе место, а потом участвовали при оффе. И, естественно, на сегодняшний день, я думаю, наша команда готова. Последние игры показали, что основной состав у них есть, сформировался, но, насколько знаю, травмированных нет. И команда на подъеме. Я думаю, что, когда команда на подъеме, тогда можно ждать тоже результата большого. То, что будет сложно играть с ирландцами, это факт, потому что им тоже нужна ничья. И у них есть опытный тренер в Тарпатоне, который любит хорошо защищаться. Последние игры показали, что команда 6-7 игр не пропускает ничьей. И думаю, что игра будет напряженная. И если счастье будет на нашей стороне, то мы должны победить. Ну, последние игры нашей сборной в действительности по-настоящему нас всех обрадовали. А тем более людей, которые близко стоят у футбола, профессионалы этому. Мы увидели просто содержательную, красивую игру. Безусловно, это заслуга тренера нашего старшего. И ребят, и чего они достигли, они достигли все своим потом, своим трудом, своим мастерством. Предстоящая игра в Ирландии, в Дублине, в действительности, будет тяжелой. Команда у них хорошая, мобильная, сильная, понятно. Но наша команда не менее слабая. Я даже думаю, на сегодняшний день наша команда в действительности играет в современный футбол. Мобильная. Играет в коллективный футбол. Все звенья хорошо друг друга заменяют. И они дают надежду, что обязательно, я думаю, должна быть победа. Нам просто некуда деваться. И я думаю, просто еще ребята так же сыграли бы, с таким воодушевлением, с таким подъемом. И еще немножко госпожей удачи, спортивного счастья. И все должно быть хорошо. Надеюсь. Спасибо. Спасибо. Ну, если откровенно говорить, на самом деле, у нас оборона немножко слабая. Потому что создаются моменты, когда противник может нам забить голову. Даже если со Словакии не забили, где-то повезло, потом мы забили, преимущество получили. Думаю, что нам все-таки не хватает классных игроков. Классные игроки обязательно должны быть в команде, такие как Генрих Махитарян, так и Юра Ультисян. Они придали атаке более мощь, так, мысль, и которые исполнительское мастерство их не настолько высокое, что Генрих Махитарян очень красивый гол забил. Второй гол, который забил. Я думаю, в обороне тоже должны быть все-таки классные игроки, которые могли бы... Вот этот стержень, стержень идет вратарь, центральные защитники, полузащитники и передние игроки. Вот этот стержень должен быть в команде. Особенно вот классные игроки, если прибавятся, тогда будет более сильная наша команда. Я объективно подхожу, вижу последние игры, вижу качество игры, содержание игры. И поэтому я надеюсь, что все-таки наши ребята, знаете, как один кулак, выйдут на поле и сделают... Дадут нам победу. Я думаю, так, я надеюсь, я оптимист. Думаю, даже если только, ну, не получится игра, опять ничего. Опять не надо ни расстраиваться, ни разочаровываться. Потому что мы видим, наш футбол идет по правильному пути. Люди работают, люди делают, но все-таки спортивное счастье. Потому что мы на самом деле... И я думаю, что мы не можем поверить.